Приветствуем, друзья, на библейском портале Экзегет ответы на ваши вопросы. Пользоваться ворованным — грех? Грешно ли пользоваться вещами, ворованными другим человеком? Ты не воровал, но ты ими пользуешься, — говорит Господь Иудеям. Отцы ваши убили пророков, а вы построили им гробницы, и тем самым свидетельствуете, что вы сыновья потомки убивших пророков, то есть вы с ними взаимосвязаны. Они поступили так по своему ожесточению, по своему лицемерию, по своему презрению к Божьему Духу, к делу Божьему. И вы красите гробницы убитых вашими предками пророков для того, чтобы утвердиться самим надо всеми другими, для того, чтобы свое мнимое благочестие преобразовать в удобство жизни и повод для народного почтения, тогда как самого Сына Божия гоните. Потому, конечно же, и участие в реализации краденого или использовании того, что было добыто нечестным путем, конечно же, несвободно от укоризм совести, и со спокойной душой отец, слышишь, рубит, а я отвожу, конечно же, невозможно. Разные есть меры вины, и ни одно и то же яблоко, украденные голодным мальчиком на ярмарке, и хитроумные комбинации виртуальными деньгами, в результате которых внезапно и огорчительно беднеет бюджет или кто-то из конкретных людей, конечно же, мы не всегда знаем, каким образом приходит благо к нам. Храм, церковь, которая живет на подаянии, которая поддерживается милостыней, не спрашивает, как налоговая инспекция, откуда деньги, опускаемые прихожанами в церковную кружку или приходящие на монастырский счет. Господь знает, и самому человеку, оказывающему благодеяние или подающему милость, будет на пользу только та милостыня, которая не по коварству, не по разбою оказалась возможным, не от бесчестного какого приключения десятиночку решил человек для успокоения совести куда-то передать. Но это дело отношения человека, его совести с Господом его, пред своим Господином стоит он или падает. Мы же, когда нет ясности и никаким образом не комментируется приходящее как пожертвование, то и также вины не имеем, даже если что-то переданное в обитель, в храм, оказалось нечестным путем приобретенное. Но если, как и апостол учит, употребляя нечто в пищу, если позвали вас в гости и не говорят, что за происхождение той или иной еды, то и ешьте, не разбираясь, что дают, ибо Господня земля исполнение ее. А вот если вам скажут, вкуси со мной идола жертвенного, и хоть идол в мире ничто, но тем не менее ради совести ближних и того, кто сказал тебе это, не ешь, ибо мы не можем причащаться от чаши бесовской, от чаши Христовой. И принесенные в жертву или в дар бесам мы не усваиваем по очереди с усвоением от чаши жизни, которую протягивает нам сам Господь наш Иисус Христос. Так что и в этом случае, когда обнаруживается нечестное происхождение того или иного материального блага, то уже дело нашей совести не склоняться к нечестному и пожелать человеку с помощью этих средств вернуть себе доброе имя или утешить тем, кто был им обижен, как Господь приводит нам в пример мытаря, в доме которого оказался Закхея, человека, известного своей нечестностью и жадностью к деньгам. Но когда тот пришел в покаяние, сокрушение сердечное, приняв Христа в дом свой, тогда, восстав перед всеми, сказал Господи, вижу я, что нечист перед Тобой и не достоин принимать Тебя в доме своем. Ибо многие упрекали Господа за то, что к нечистому мужу вошел в дом не к праведному, не к лучшему, а, быть может, особенно к нечестному и нечистому. И тут свидетельствует Закхей о великой перемене, в нем происшедшей по благовествованию Христову. «Се, — говорит, — полимение, мы его отдам нищим, и если кого чем обидел, возвращу четверицей». Вот на что должны быть употреблены нечестно приобретенные материальные блага, когда их незаконный обладатель приходит к покаянию и желает исправляться. Таким образом, сознательно участвовать в использовании краденого нам не пристало, а вразумлять и наставлять и к исправлению тех, кто прежде пользовался скверными прибытками для своего временного благоденствия, нам, конечно же, должно, к чему и пример Господень нас побуждает. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok